Приветствую вас, Монастасия. Ну, смотрите, я, честно говоря, думаю, что первое из необходимого для вас в списке того, что нужно сделать, что нужно сделать изучение жизненного сценария Маточка Хабарт, который есть в интернете. Вы можете так и написать. Жизненный сценарий Маточка Хабарт. Это, на мой взгляд, тот самый глобальный сценарий, который вы продвигаете по жизни своей. И, собственно, вас по этой причине не берут на работу. Не потому что вы с ребенком и вам 34 года, а потому что вы все тащите на себе. В этом основная трудность и в этом основная беда. Дело в том, что если бы вы больше ценили себя, если бы вы больше любили себя, если бы вы больше заботились о себе, если бы вы устраивали здоровые отношения с ребенком, позволяли бы ему больше отвечать за себя, а самой больше отвечать за себя, то у вас была бы куда более уверенная позиция, куда более уверенный, более ценностный внешний вид. А сейчас же из позиции снизу, куда вы загнали себя примерно мыслями о том, что вы всем должны и что вы у всех обязаны просить. Ну, с этой позиции очень сложно, собственно, чего-либо достичь, с этой позиции очень сложно сделать так, чтобы вас заметили люди, чтобы вас приняли люди, чтобы вас хотели где-то работать, чтобы с вами хотели, хотели работать. Вот. То есть, условно говоря, вы себя обоцениваете, вы не позволяете себе быть слабой, вы имеете проблемы с личными границами, не умеете говорить нет, считаете, что все должны. Собственно, из-за страха отказаться, страха обидеться, страха быть виноватой и так далее. Вот. Может быть, это следствие ваших неких таких завышенных требований к себе. Ну, я могу, конечно, предполагать, что, может быть, дело здесь в том, что это то, чего вы хотите. Ну, так, так, вот, просто. Это то, в чем вы, в чем вы, в чем вы желаете. Вот. Ну, честно говоря, есть у меня некоторые подозрения на этот счет, потому что, если бы вы этого хотели, вот, вряд ли вы бы обращались к нам, на этот счет. Вот. А, кроме того, вы считаете, ну, что вы должны по своему ребенку, вот. Ну, на мой взгляд, это позиция для ребенка никак вообще не полезная. Вот, я, честно говоря, не знаю вообще, какую цель вы преследуете. Поговорила рыбинку. Рыбинку. Делать. То, что, то, что он делает, да? Вот. Так, так, что, вот у меня несколько флот, конечно. Ну, в принципе, вот, вот, некоторая, вот такая жертвенность. Ах. Ну. Ваша, зер, зер, именно такая вот жертвенность. она в целом, ну, мотивирует и отборка, наверное, к вам относится так, как он относится. И секретарных, то есть, мне кажется, что нашел имеет смысл приводить вашу самооценку в порядок. Вот, и уже потом, после этого смотреть, что можно сделать дальше, уже после этого только смотреть, как можно вам помочь, помочь вам, но как и все, как конкретно. Вот. То, что я думаю. То, что мне вот кажется. Вот. Такая будет вот. Значит, на этом, в принципе, все. Если у вас есть подозрение на панический атак, то имеет смысл обратиться к врачу, значит, к клиническому психологу, либо психотерапевту, ну, психиатру. Вот. Чтобы он вам, как бы, помог, помог решить, эту проблему. Вот. Необходим диагноз, то, что вы сейчас говорите, ну, это не совсем диагноз, так сказать, что это больше. Ваше, скорее, предположение, наверное. А предположение нельзя рассматривать, как утверждение. И, соответственно, нельзя. Нужен диагноз. Нужен диагноз, чтобы понимать, действительно ли у вас та самая проблема по панических, по панических, по панических. Так. Ну, вообще, конечно, если это, ваше, конечно, это будет… Ну, все в порядке. Ну, все в порядке. Ну, все в порядке. Ну, что будет нам сказать? Ну… этот рак, ну, кстати. Ну, по seeingе, да. Ну, то я легко легко могу представить что бывает на этом в принципе все что я могу пока что вам сказать я надеюсь что вам это в общем то будет полезно я надеюсь что в общем то вам это будет интересно я желаю вам всего самого доброго удачи надеюсь что ситуация будет разрешена